Добрый день дорогие друзья, с вами Капля и мы продолжаем говорить о влиянии отцов. Еще одна вещь, которая по большому счету должна работать, но не работает, это создание и следование определенным правилам. Вообще, по большому счету, любого рода наказание будет абсолютной несправедливостью, если оно не вызвано нарушением правил. Перед тем, как начать вообще абсолютно любой процесс дисциплинирования, необходимо установить четкие границы и достаточно понятные и выполнимые, что очень, кстати, важно, правила. Потому что многие папы, вообще этим, кстати, не занимаются, но те, кто занимаются, они устанавливают правила, которые выполнимы для них. Но зачастую дети не способны на это. Приведу простой пример, чтобы вы поняли меня, о чем я говорю. Например, когда приходят гости, не бегать и не кричать. Для меня это совершенно выполнимо, потому что я спокойно могу пару часов провести, сидя на стуле, тихо, спокойно общаясь с окружающими, при этом не кричать и не бегать. Но возьмите, пожалуйста, любого ребенка до 6 лет, может быть, даже некоторых детей и постарше, и для них это просто невыполнимая задача. Поэтому, когда вы устанавливаете правила, друзья, подумайте о том, насколько ваши дети смогут соответствовать этим правилам. Но даже если эти правила совершенно выполнимы, совершенно просты, элементарны и никаким образом не являются ущемлением их свободы и так далее, они могут не работать и, скорее всего, не работают. И на это есть одна очень простая причина. Поэтому, устанавливая правила, вам необходимо помнить одну потрясающую вещь. Они не будут работать, если вы сами не выполняете их. Дети, они настолько чуткие к справедливости, они настолько ищут этого, что нельзя этим пренебрегать. Если вы не моете за собой тарелку, не требуйте и не ставьте это правилам вашей семьи, чтобы ваши дети это делали. Потому что дети, они следуют не за нашими словами, не за установленными правилами и даже не реагируют на наказание, они идут за нами. Они выполняют те же шаги, предпринимают те же действия. Они делают то же самое, они становятся точной копией каждого из нас, невзирая на то, что мы говорим или делаем. Если мы с вами устанавливаем правила, которые сами не соблюдаем, то это не будет работать. Это не будет работать. Если вы являетесь человеком по шкале от 1 до 10 на 3, то вы никогда не сможете воспитать ребенка на 5 баллов. Вам нужно показать, как быть честным. Не рассказать об этом, не попытаться воспитать его таким, а показать собственной жизнью. Вам необходим личный пример. Итак, никакие правила, друзья, не будут работать, если вы им не следуете. Более того, если вы установите правила, но сами не будете им следовать, это вызовет внутренний конфликт в вашем ребенке и бунт. И когда он подрастет, его самооценка, его самоидентификация вырастет, он в обязательном порядке взбунтуется и приведет это в беде. Редактор субтитров А.Семкин